Доброе утро! Вы слушаете Финам.ФМ. Меня зовут Елена Лихачёва. Здравствуйте! Раньше я думал, что я — это мой ум, говорит наш сегодняшний герой. Знаете, как я понял, что это не так, продолжает он? Очень просто. Ум не вдохновляет, ум не окрыляет. Вячеслав Кораськов у нас сегодня в программе. Доброе утро! Здравствуйте! А вы вот этот баланс, вы его чувствовали сразу или вот после ваших путешествий вы как-то поняли вот это, так, в середине жизни? Вы очень неожиданно начали программу с цитаты тех мыслей, к которым я пришёл через полгода. Уходил я... После того, как ушли в путешествие. Да, это стало ясно через полгода примерно. Эти вещи открываются, когда ты освобождаешься от мелких забот и от мелких привязанностей. После этого начинаешь видеть какие-то более важные, фундаментальные вещи. Уходил я с другими мыслями, я уходил с таким вызовом самому себе и всем окружающим. Вот, я сделаю это. Вот, начинаешь такие вещи понимать и чувствовать спустя только какое-то время. Мне интересно, с чего вы стартанули, как всё это происходило, как разрабатывали маршрут. Прямо так подробненько расскажите, пожалуйста. За путешествиями, должен сказать, об идее, да, как бизнес-план, не идея. А, только это и есть как бизнес-план, да? Я даже назвал проект, за путешествия проектом, и мои знакомые шутили, что, наверное, ребёнка, когда будет рожать со сыном, ты скажешь, что или там дочь, проект по рождению ребёнка. Вот, точно так же здесь. То есть была определённая идея общая. Я её в сжатом виде сформулировал как год весны. То есть это разные уровни, эта идея. Первое, что я отправляюсь весной из Северного полушария. Через полгода, когда осень, я перехожу в Южное полушарие, там весна продолжается. И когда я снова возвращаюсь в Москву, в Северное полушарие, опять весна. То есть я год двигаюсь по весне. В парконе за весной, да? Плюс это год новых открытий, год новых впечатлений. И, возможно, начало какой-то новой страницы в жизни. Тоже весна. Вот, поэтому общая идея была такая. Поэтому этот год должен дарить самые яркие, незабываемые впечатления, события, встречи. Собственно, от этого я и толкался, составляя свой маршрут. Это выглядело примерно так. Я взял рейтинг самых популярных, самых известных достопримечательностей на планете. Там порядка сотни. Добавил что-то от себя. Там то, что услышал от друзей. Нанёс их на карту мира. Соединил линии, как это примерно можно пройти. Через какие страны, через какие границы. Вот. И так примерно возник маршрут. Ну, и в голове держал, что нужно удержаться где-то в рамках разумных сроков. Там год, может быть, год с небольшим. Вот. Поэтому от чего-то отказался. Всё невозможно объять. В результате получился мой маршрут, состоящий примерно из 40 стран. Примерно из 90 в итоге достопримечательностей, которые я планирую посетить в течение 14 месяцев. Ага. Значит, сейчас сколько у нас уже прошло времени? Ровно половины. Я ровно половину пути. То есть 4-го... Я стартовал 4-го апреля. 4-го ноября я отметил 7 месяцев своего путешествия. И вот что всплывает в первую очередь? Самое яркое. Гималайя. Да? Так. Что там было в Гималайях? И сразу такая фраза. Я перед отъездом прочитал книгу Родзинского про Сталина. И он подходил к Зиновьеву, и он так хлопал по плечу и говорил, ну что другие? Вот мы с тобой. Гималайя. Вот эта фраза так у меня засела. Я оказался, когда в Гималайях, в Непале, вот, я вспомнил эту фразу, взглянул на эти вершины горные, от которых дух захватывает. Вот. Непал, наверное, стал вот одним из таких приятных открытий, которые запали в душу. Так что вы всё-таки поняли в эти полгода? Могли бы вы это сформулировать? Я, помимо путешествия по разным интересным местам, о которых можно рассказывать очень много, и я очень много публикую об этом на своём веб-сайте, выкладываю фотографии, видео, пишу путевые заметки. Это одновременно путешествие внутрь себя. Была подготовка не только покупка оборудования, получение виз. Я общался с психологами, с разными духовными людьми. До того или в процессе? Да, да. Это была подготовка. Я брал какие-то книги, которые я хочу почитать в дороге. Ну, Родзинского, конечно, я не знаю. Родзинского я не брал. В рамках подготовки вы сказали, я прочитал до того. Ну, он просто мне так попался под руку. А, ну ладно, хорошо. Сталин, интересная фигура. Это не была подготовка. Хорошо. Вот, соответственно, когда я начал путешествовать, я одновременно читал эти книги. И плюс я встречал интересных людей. Индия, Непал принесли мне ряд очень интересных знакомств. Это и люди, которые отказались от жизни западной цивилизации и остались жить там. Их взгляды, интересные разговоры. То есть европейцы в основном, да? Европейцы, да. Такие дауншифтили. Дауншифтили такие, да? Француз, там, допустим, парень из Парижа уехал 90 лет назад, работал звукоинженером, и он сделал подделки из кокосов. И говорит, я больше удовольствия получаю, живя такой жизнью. Я встретил группу из Федерации йоги. Вот, вместе с ними путешествовал какое-то время. Очень интересные тоже ребята. То есть я от них узнал там о йоге. Я встретил русского бабу. Баба — это как святой человек, ну, такой, обладающий духовными знаниями, много общался. То есть я вот стал получать такую информацию. Хотя вопрос опять, что там даётся сверху. Плюс вот эти книги. К чему я всё это говорю? Перечислите, пожалуйста, книги. Я прямо вот запишу. Ну, не все, но хотя бы те, которые вы вспомните. Ну, вот те, которые привели впечатление. Это имя, не помню, по-моему, Ричард Джонсон. Одна называется книга «Он». Это о мужской психологии. Он в популярной форме излагает идеи Карла Юнга. Структура личности, какое место там занимает сознание, ум, душа, эго и так далее. Этот же автор, тоже переложение Юнга «Мы». Это психология, опять же, мужчины. Женщины, глубинные аспекты личностные. И плюс отношения, особенности, скажем, таких чувств, как любовь, влюблённость. Очень интересно разбираться на очень хорошем уровне, не популярном, а таком научном рассказать. Большое впечатление меня произвела книга моего друга. Он мне её за полгода, наверное, до путешествия вручил, но я не мог и никак почитать. «Жизнь со смыслом» Андрей Рассен. Он очень... Что это за человек? Он занимался бизнесом. Через какое-то время бизнес стал играть второстепенную роль в его жизни. И он больше посвятился изучению вопросов различных религий, философии, психологии. Я его потерял на 10 лет, с поля зрения. Через 10 лет я его встретил другим человеком. И с этой книгой, которую он только-только издал, её я, наконец, почитал. Очень интересно разобраны аспекты глубинной психологии. Ну, даже не психологии, а вот ценностей. Что есть за рамками борьбы, законы борьбы за существование. И вот этой толкотни, которую мы здесь устраиваем локтями и зубами. Очень интересно, очень всё структурировано, хорошо изложено. Вот всё это я читал и внутренне для себя как-то оценил. И перекладывал на себя. И в результате через полгода я пришёл к каким-то обобщениям и кратким формулировкам. Я бы сказал так. Здесь, вот в этой нормальной московской жизни, мы живём больше умом, который помогает нам решать конкретные вопросы и проблемы. И своим эго. На самом деле есть другие аспекты личности. Это можно назвать чувственностью. Когда ты воспринимаешь реальность не умом, а чувствами. И на самом деле это самое ценное. Потому что то, что воспринимаешь умом, это не радует и не даёт никаких эмоций. А вот то, что воспринимаешь чувствами, это тебя наполняет. И выясняется, что, согласно Юнгу, у мужчины, кажется, есть женская сторона психики, которую он называет анима, которая воспринимает мир именно так. Как правило, находится в зажатом состоянии. И когда ты приходишь к кризису среднего возраста, например, это является результатом того, что ты слишком долго жил умом и какими-то мелкими желаниями, и твоя чувственность была зажата. И поэтому у тебя есть всё. Ты добиваешься успеха, квартиры, машины, семья, всё. Как часто я эти истории у себя в программе слышу. И вот эта книга, он, в ней как раз говорится, в чём дело. А дело в том, что ты себя не радуешь. Ты не чувствуешь, не делаешь то, что на самом деле хочешь, и не чувствуешь от этого радость. И задача в том, чтобы открыть себе эту часть души, эту аниму, начать чувствовать и воспринимать мир уже под таким углом. Вполне вероятно, что тебе окажется, что тебе нужно гораздо меньше. Чем-то думал, но это принесёт тебе гораздо больше радости.